В руках у Виктории Артемия Телегинах капсула, которую строители заложат в основание будущего образовательного центра. У нее внутри часовой механизм. Он будет вести отчет времени следующие 300 лет. Так грандиозно в Доброграде презентовали масштабный инновационный проект «Мир». В его рамках в первом частном городе России построят школу и детский сад. На сегодняшний день это единственная нехватка такая в городе. Детский сад, дошкольное образование и школа. Как раз сейчас выбираем детские сады, куда пошли наши дети. И уже с такой проблемой столкнулись. Будущий детский сад сможет принять 100 воспитанников. Группу обещали открыть через два года. А вот в школе первый звонок прозвенит уже будущей осенью. В образовательной программе нового учебного заведения педагоги будут использовать стандарты ведущих государственных и зарубежных образовательных учреждений мира. Например, детям будут читать лекции профессоров МГУ, Оксфорда и Гарварда. У каждого ребенка должна быть либо своя индивидуальная программа развития, либо своя индивидуальная образовательная программа. А у старшеклассников индивидуальная карьерная программа, которую они должны начинать делать. Ну и безусловно, еще один очень важный момент – это цифровизация образования. Без этого никуда сейчас. Но это должно быть сделано грамотно. В школе будет 16 учебных кабинетов, огромная библиотека, две лаборатории, несколько спортплощадок и даже настоящий театр. При учебном заведении также откроют центры дополнительного образования для жителей города и повышение квалификации для педагогов. В декабре появится основной костяк команды в виде замов по основным ключевым направлениям. И плюс мы берем молодых педагогов из Владимирской области в обязательном порядке. И еще до старта школы они здесь будут проходить курсы повышения квалификации, чтобы к сентябрю 2021 года быть в полной боевой готовности. Сейчас решается вопрос, будет ли частная школа бесплатной для учащихся. Желающие уже могут подать заявки на поступление. Сделать это можно на сайте города в разделе образования. Возводится школа на средства меценатов. Сумма вложений уже превысила 500 миллионов рублей. Этот проект, проект МИР, он внесет свою огромную лепту в развитие этого замечательного проекта особой экономической зоны и города Доброград, так и в целом развитие нашей Владимирской области. Поэтому я считаю, при вот таком тесном взаимодействии органов власти и предпринимательского сообщества у нас все получится. Планируется, что к 2034 году в Доброграде будут жить более 45 тысяч человек в городе. Для этого создаются все необходимые условия – от рабочих мест до строительства жилья и целого ряда важных социальных объектов. Ольга Эльфимова, Евгения Волкова, Дмитрий Шаталов, Губерния 33.